Всем привет, друзья! С вами Михаил. Игра Trials of Heroes. Пятница. Новое обновление. Новый игровой месяц у нас начинается. И, наконец-то, подогнали нам разработчики. Я еще хотел вчера записать на эту тему. Ждал официального подтверждения, но его не было. Но, тем не менее, спойлеры оказались правдивыми. Священный магазин добавили 8 обменных артефактов. Это давно просилось. Наконец-то. Но все равно остаются нюансы. По священному магазину мы зайдем посмотрим. Но я хочу записать отдельное видео. Какие перспективы это нам открывает. И какие подводные камни там остаются. Если видео вам будет полезно, понравится, не забывайте подписываться на канал. Самая лучшая поддержка. Лайки и подписка. Итак, как обычно, пробежимся по-быстрому. Набор приключений. Чародейский набор. Регулярные события. Тайная мастерская. Священное сокровище. Все как обычно. Кстати, друзья, у нас на следующей неделе, если ничего не поменяется, будет Герой Света. Кто хочет его покрутить на стриме, давайте связываться заранее. Понятно, еще нет его навыков. Но, тем не менее, давайте уже планировать на следующую неделю наши стримы. Идем дальше. Священное сокровище. Приключенческое путешествие. Чемпионат мира. Сундуки. Тихий. Зов. Раз. Выглядит все как обычно. Чемпионат мира. Не забываем. Каждый раз вам напоминаю. Там есть священные свитки. Друзья, бесплатно можно получить до 75, если я правильно помню. Ну и месячные события у нас обновились. Так, немножко надо похвастаться. Забрал я первый раз за все время игры. Шестое место. 50 книжек. Как я вам и говорил на стриме, когда на основе мы сидели, я полностью подготовился по книжкам. Если, опять же, ничего не поменяется, у нас через три недели будет Герой Превосходства. Герой Гиперпространства. Космо. Герой. Называйте, как хотите. Седогриф. И книжек достаточно, чтобы полностью на максимум сделать ему шмотки. Это очень хорошо. Плюс 5 эмблем я забрал. Этого мне как раз будет достаточно. Для трех артефактов. Здесь у нас, как обычно, донат за 3000. Выглядит вкусно. Но, блин, это пипец как дорого. Тут все тоже дорого. Но вот эти тайные кристаллы становятся более аппетитными. Тайная мастерская у нас в этом месяце. У нас в этом месяце древний клинок и арбалет. Ну, такие себе очень специфические. Конечно, иметь древний клинок на фулл выкачку, это был бы большой плюс. Но я так отношусь весьма и весьма прохладно к этим артефактам, чтобы их выводить на фулл. Но, что стоит отметить, друзья, арбалет, как по мне, даже без галактической прокачки, это самый лучший вариант по артефактам, которые можно поставить для персонажей, которые в карте У стоят. ХП атака здесь максимальная. Причем ХП 30, точнее ХП 20, атака 30. В древнем клинке все наоборот. ХП 30, атака 20. И скорости нету. Максимально замечательные статы. У нас скорость ХП атака только перекидывается. Если поставить любому прокачанному там хорошо персонажу гиперпространство, плюс еще поставить ему арбалеты, засунуть в карту УЗ, максимальные статы основному персонажу перейдут. Священное сокровище. В связи с тем, что они в священный магазин добавили, здесь у нас обычно было 4, 2 основных и 2 дополнительных. Теперь всего лишь 2 основных, которые идут на прокачку в тайной мастерской. Приключенческое путешествие в этом месяце. Друзья, обязательно проходим. Здесь тайные кристаллы. Кровь с носа. Надо стараться забирать 100, но это мало у кого получается. Это все рандом. Есть определенная тактика. Мы каждый месяц ее испытываем. Наверное, в этом месяце. В четверг тоже будем вместе сидеть, смотреть, получится забрать или нет. 100 камней. Но считайте, если забирать 100 камней, это можно один артефакт поднимать теперь из тех, которые есть в магазине, на галактический уровень. За счет кузни. Так, здесь у нас автолут. Удивительно. 2300. 2300. На других аккаунтах даже я почти и 2000 не набрал. Я не понимаю, от чего этот рандом зависит. На одном 1900, на другом 2300. Соблазнительно. Соблазнительно потратить на замену наши огоньки, чтобы забрать Пылающую Душу Вселенной. Но я, наверное, пока пропущу. Я буду пропускать пока. В надежде, что рано или поздно все-таки, может, они апнут. Заберу облики для того, чтобы прокачать мой облик топора. И остальное заберу в свитке, как обычно. Вы же смотрите сами, как вам лучше. Так, если кто-то хочет забрать Пылающие Души, ну, я не считаю это ошибкой. Драгонбоут. Это у нас осталось. Все, как я и говорил, когда начинал этот ивент. Забираю. Вот 10 еще забираю я. Два колеса обязательно. Плюс забираю корнюху. И можно еще что выбрать. Да, 10. Ну, давайте заберем тоже. Лишнее не будет. Не галит заберем. Можно будет там попробовать с него что-то поймать. Едем дальше. Так, едем дальше. Это меня скинуло. Чемпионат мира, я вам сказал, обязательно проходим. Вот этот сундук тоже обязательно надо выкупать. Здесь золотой кубик. Это единственная возможность хоть как-то повлиять в позитивную сторону на наше приключенческое путешествие. Дальше, как обычно, забираем орбы. Забираем орбы и забираем свитки. Все остальное неинтересно. Но, кто мега донат, мега рокфеллер, достаточное количество алмазов. Ну, можно еще корнюху взять, не знаю. Или если вы хотите быстро прокачать навыки в академке. Но я бы не советовал. Приключенческое... Приключения в ледяном мире ждем после субботы. Конвертации в алмазы. Здесь зов в раз. Что у нас... Кстати, неплохие персонажи. Можно применение найти в разломе. Ну, разве что шаркан. Такой узкоспецифический. Для любителей потестить. Попробовать сделать какую-нибудь пачку на уклон. В кои веки здесь у кого большой лимит ресурсов. Ну, у них можно забрать. Афину не стоит. Афину не стоит. Ну, что самое главное у нас. Священный магазин. Забегаем в артефакты. Да, добавили. Вот они по 400. По аналогии с... Айдл Хироуз. В общем, замечательно. И даже... Священный страж. Это на лилитку. Прям мастхев. Топор. Ну, такое себе. Раньше был топ артефакт для Таноса. Сапоги. Это прям мастхев. Мастхев. Топоров. Точнее, сапогов много не бывает. Кровоточащее лезвие. Ну, такое специфическое. Подвеска тоже одна хотя бы нужна на фулл выкачке. Ну, и посох. Посох на галактическом уровне. Это тоже топчик. Замечательно. Видео отдельное запишу. Расскажу о своих планах. И о своей стратегии. Поделюсь в связи с этим. Как вы видите, кто слушал видео и смотрел постоянно. Я вот себе сразу на три артефакта вот уже и накопил. И сразу три смогу выкупить. В общем, такое видео получилось. Друзья, сегодня, как обычно, если не будет никаких ЧП 19 на 0, встречаемся. Я даже пока не знаю, то ли на основе залетать, готовить кормёху и делать артефакты. Делать артефакты. Сразу подвеску могу сделать галактическую. Плюс во вторжении пустоты кормёху делать для седогрива. То ли я собрал уже материалы, можно залететь на аккаунт с нуля и делать третьего героя гиперпространства. Пишите, что вам было бы интересней. Но стримить точно я собираюсь. Ещё раз напоминаю, кто хочет попризовать на стриме, следующая неделя Герой Света, давайте связываться в Телеграме или другим удобным вам способом. Надеюсь, видео вам будет полезным, понравится. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой. Всем бобра добра. И единственное, что ещё у нас, если я правильно помню, сейчас я хотел ещё посмотреть, горящий поход в магазин, да, у нас, по идее, обновился. Да, обновился. Ничего здесь интересного. Ничего интересного. Ну, всё, на этом точно заканчиваем. Всем мирного неба над головой. И до встречи на стриме.